Вот приблизительно такие результаты у нас получаются по королевской вешенке, по нестерильной технологии. Может быть кого-то они там не впечатляют, но в то же время тот, кто знает, насколько энергоемко и трудоемко производство королевской вешенки по стерильной технологии, тот понимает, что это очень и очень неплохой результат. Обыкновенный субстрат для вешенки, вот такая у нас королевская вешенка. Еще раз повторюсь об уникальности вкусовых качеств этого гриба. Я всегда говорю, что это второй гриб после белых грибов. Вот это уже третья волна на этих блоках, они уже такие вот смошенные. И тут налицо сейчас уже высыхание грибных блоков, которые уже дали три волны, уже по весу они очень легкие. Говорит о том, что их нужно замачивать, для того, чтобы в дальнейшем еще ожидать или получить от них результат. А здесь мы видим вот такие результаты по королевской вешенке, довольно-таки неплохо. Ну, это температура сейчас в помещении 16 градусов, ноябрь месяц, четвертое число. Но пока мы здесь не применяем никакого обогрева, ну, это хорошо. Если тут начать подогревать воздух, он будет сушить воздух, и блоки будут в разы быстрее пересыхать. Здесь наблюдаем очередные волны плодоношения вот на этих блоках. Как видите, это уже третья волна. Как видите, очень неплохой результат на маленьких блоках. То, что я рекомендую начинающим грибоводам, не слушать никого, а слушать то, что я вам советую. Делайте в 10-литровых ведрах вот такие маленькие блоки, будете получать хороший, прекрасный результат. Для начального этапа вам этого будет легко и несложно это все сделать. И здесь опять же такие варианты по королевской вешенке в мусорных пакетах, 10-литровых ведрах. Здесь вообще мы так, вот видите, субстрат очень жидко, насыпно, фактически сделан, инокулирован. И, видите, хорошо дает урожай вот королевская вешенка. Довольно-таки прекрасные грибы. Консистенция вот именно у королевской вешенки, структура вся одинаковая. Что ножка, что шапочка, у нее нет такой волокнистости, как у вешенки устричной. То есть у устричной ножка довольно-таки жесткая. А здесь весь гриб гомогенный, напоминает по структуре лисички. В жареном виде просто прекраснейший по качеству и по вкусовым своим свойствам гриб. Несравнимый ни с чем, ну разве что сравнимый с белыми грибами. Вот, и имеет свои такие вот особенности. Ну и здесь, видите, тоже такой очень жидкий блок. Лень мне было там особенно паковать его. Вот так я его сделал. Основной гриб там получился вот сзади. Даже его не видно. Вот сделал. Вот так вот красиво он там себе поместился. Ну и здесь тоже такие варианты. Что действительно подтверждает, довольно-таки оправданно, выращивание этих грибов в более таких промышленных масштабах. Интересно, я тут заметил, рост грибочков каких-то. Тоже вот здесь, в этом месте. Ну, видите, как-то получается грибы, что-то их тянет в это место. Это, не знаю, нравится. Ну и тут тоже вот интересно, можно понаблюдать. Видите, вот эти белые места. Что это такое? Это? Да, я сам удивлен. Это не что иное, это рост мицелия. Прикольно. Смотрите. А здесь вовремя не были собраны грибы. Они было интенсивное, значит, выделение спор. И из-за того, что споры попали вот на бетон, влажно. И видим при этой температуре это... Давайте вот соберем. Посмотрите. Вот это растет вешенка. Мицелий. Мицелий вешенки вот так себе распространяется. Интересно будет наблюдать, что будет здесь дальше. Довольно-таки это все деревянная конструкция сама. Если он так распространяется, то посмотрим в дальнейшем, как он себя здесь поведет. Может быть, не нужно будет блоков делать тут прямо на стене. А в стенах начнут расти грибы. Ну, будем наблюдать за этим всем делом. А с вами был Макселлер. Следите за дальнейшими публикациями на канале. Что-то выгуст... Что-то выгуст... Что-то вы господині тут таки готовы, так? Вот такая у нас штука получилась. Вот такая у нас штука получилась. Ооо... Хи-хи-хи-хи. Ооо... 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 Чтобы... Відчути температуру, как вона жарится в печке. Ооо, это такая красота. Оооо... Ооо... 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 Ооо...